Владимир, два ваших фильмов назначатся в программе «Второй день российского кино» в Крикстане. Это «Честная пионерская 2» и «Честная пионерская 3». Признаюсь, фильмы немного неожиданны для современного киноконтента, для современного кинозрителя. Фильмы, отсылающие нас к Советскому Союзу, к фильму, вызывающие чувство ностальгии у людей, которые были в «Пионерах». Скажите, пожалуйста, как родился у вас этот проект, в целых три части, и что вас подвигло сделать именно такой фильм с современными молодыми актерами, но в то же время, называешь такую теплую чувство ностальгии, которую во многих либеральных российских СМИ сейчас очень сильно пугают. Хотелось показать, что дети того периода и дети сейчас такие же дети, хотя нет там сейчас и телефонов, и гаджетов, не было. Ну, они так же играли, так же любили, так же смеялись. И хотелось показать, что мы жили в то время при старшем поколении, так же интересно, а мы даже интереснее, чем сейчас, нынешнее поколение детей. Ну, и хотелось самое главное, чтобы они были честны и действительно достойны своих родителей, дедов и родителей. Просто об этом, это основная цель. А как пришла идея, была такая книжечка маленькая, частная пионерская, где были рассказы разные о пионерском детстве, 80-х годов, 80-х годов, город Зержинск, Нижегородское улице, вот, и эту книжечку решили мы экранизировать. К сожалению, там надо было отдельно историю получать. Нашли хороших сценаристов, соединили все, сделали, вот первый фильм «Собаки». Он настолько велоспешен, что были очень много писем, и решили сделать продолжение, сделать такую самую. То есть детство, от отчества, юности. И получилось у нас только как-то, 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 как-то. То есть третья часть, это больше, как-то, как-то, как-то? Третья часть, нет. Третья часть, они уже закончили школу, едут поступать в Москву. И, значит, они уже в третьей части «Приключения лета в Москве». Как провязание мальчишки, которые попали в Москву, что с ними тоже учились. Владимир, ну вот вы, как Владимир, вы должны понимать, что сейчас такому российскому киноскому не блокбастеру, да? Очень тяжело сконкурировать в прокате с велигодским, велигодским, мейджерским фильмом, с велигодским блокбастером. И, значит, современное молодое поколение, конечно, выросло на этих блокбастерах. Мы практически смотрим только на них. Было ли страшно избраться за этот проект? То есть только, с точки зрения, я скажу, что… А, вы знаете, я могу только одно сказать, что у меня профессор Фини в «Боры в законе», который выходил еще в 89-м, 88-м году. Я уже тогда много времени заработал. И когда приходишь к такому возрасту, когда пора разговаривать с Богом, то уже хочется сделать добрые дела, а не заниматься вот этой шарапойной, которая сейчас находится в саду-малке. Единственное, что обидно и сожалею, что российским Министерством культуры это не помню. Только сейчас начинают понимать, это не даже представляют, это сейчас на вас премию, картину, еще что-то. Работалось очень сложно и было совершенно мало, невозможно. Только энтузиазм. Не хотелось подчеркнуть или подчеркнуть, когда вы приближете, что он сделал, который Александр Которовский, человек, который предан полным успехам и детскому поводу. Меня ученик Павла Атсеновна, режиссер, который в свое время снял фильмы, гостья из будущего, с любимыми расставаются, с короля Ленина. Очень глубокий человек, который вообще кино с 50-х, 70-х годов, было значительно интереснее, чем сейчас. Вот так просто, что получается не ради коммерции, а ради души. По-моему, стихо-малке. Молодые актеры сыграли главную роль в ваших фильмах со всем мальчиком. Семен Тресковым, восходящий был здание. Она уже взошла на свою алюмию, благодаря нам взошла, потому что одна из первых работ была в частном фиолетском макинозе. Мы снимали где-то в 2011-2012 годах. А потом пошел, 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 и сейчас вот звездится. А как они отнеслись к такому фильму? Было ли им? Они понимали, они спрашивали, потому что сейчас современные дети. И практически не понимали, что такое спор, что такое пионерия, как вообще жили их родители. Они такие все, уменькие. Они так готовились и прекрасно это понимали. Если вы в интернете поищите, там есть социальная группа частная пионерская. Там есть интернет-пионерская школа, и тайная. И просто посмотрят, как они отличаются от тех пионеров. Они такие идеологически подкровенные ребята. Я имею в виду не герои, а уже сами герои этих игроков. Сами артисты. Сами артисты, да. То есть у вас проблем не было объяснить? Вы жили так, были пионерские отряды. Нет, ну конечно, такое объяснение было незначительное все это. И Саша, как и ловкий, так увлекательно все это делал. И играл, снимал, как и брал. Хотя очень тяжело. Это то, что надо с ним взлететь, все ему что-то не подходило, что-то не нравилось. Ну, это хорошая картина. Знаете, есть фильм «Кино живое» и «Мёрт», «Мёрт» и «Мёрт», «Кино значительный голос». А что касается «Живого» его мало. Ну, я считаю, что сейчас на пианическом вся эта логика «Кино живое». Выходили с этой части в прокат в Россию? Нет, третья часть еще не выходила, она вообще только в конце тренировалась. Нет, нет. Получается, вот тут у нас чуть ли не принесли. Да, это не просто, а политически принесли. Да, даже первые зрители. Да, да, да. А когда планируем этих прокат в России? Ну, мы планируем, Бог, как это будет, есть какое-то пословице. То есть, все зависит от того, денежные какие-то... На американских кино дается миллиард, а на российских кино... Ну, что-то придумали, когда выпускали. Частный пианический адбар, там полтора года мы выпускали. Мы сделали в 14-м году, в 16-м году. Тем более, что это кино долго играет. Все-таки кино вечное, я считаю, что спешите играть. Спешишь, что день не совершишь. Может, у вас фестивали не подправили? Да, фестивали все уже. У нас крутейший детский фестиваль, который взглянет в Чехии. Мы получили уже за первую часть Гран-при, за вторую диплом. И за трилогию мы тоже получили специальный приз за уникальные действительные трилоги. В этом году она была в мае месяце в Чехии. Это крутейший в Европе детский фестиваль. В городе в Чехии. Ну, а над чем, как и сейчас, когда продюсер работает, или пока еще не отошли третьи части? Да нет, есть идеи очень интересные, это уже не детское кино. Это очень серьезное. Это Байопик. Есть человек такой, был уже, под фамилией Балабан. Этот человек наряду с Шинклером, наряду с Шикотчиком, спас 600 детей. Комбасе, в Комбасе, в Комбасе, в Комбасе, в Комбасе, в Комбасе, в Комбасе. Мы хотим сделать фильм сейчас, это про то, что на судьбе, на жизни, на ту и подругу. Это будет, чтобы можно учиться, может, в списке Шинклера, на полеты во сне. Комбасе, извините, не во сне, но на джестном конкурсе, потому что он до 50-го, на 60-е годы, и когда немцы начали курать в Комбасе, и порядка 600 детей. Главное, многое место. Мы сейчас ищем такие, у меня в Круг даже выделил, потому что мало важен и вертен. Тем не менее, мы должны 19-й год это сделать, поскольку это будет пятилетие присоединения Крым и Россия, и 75 лет освобождения Крыма. Что получится, посмотрим. Вот все, что есть. Хорошо, с Петов по-моему. Спасибо.